Всем привет! Меня зовут Ольга. Сегодня я все-таки смогла выехать на природу. Немножко нахожусь за городом. Хочу показать, как здесь красиво. Здесь река Кейм и новый мост через реку. Здесь еще не так давно был такой страшненький деревянный мост еще во времен царя Гороха. Ему было так страшновато ездить. А сейчас вот такой новый, красивый, большой мост. Вот Кейм. Небольшая река. Она у нас течет за городом. Здесь лесенка. Можно спуститься. Сейчас попробую подойти поближе. Погода, конечно, у нас сегодня испортилась. Вчера был такой замечательный день. Плюс 16. Ветра не было. Тепло. Замечательно. Сегодня шел снег. Холодный ветер. В общем, похолодало. Погода испортилась. Все дороги размыло. Поэтому не везде можно пройти. Но здесь можно. Можно так подойти поближе. Посмотреть. Здесь, похоже, берут песок. Все изъезжено большими машинами. Да. Когда-то здесь было не протолкнуться от отдыхающих. Особенно там подальше был пляж. В хороший, особенно, какой-нибудь выходной день. Просто яблоко было негде упасть. А сейчас никого нет. И купаться запретили. Но все равно люди приезжают, купаются. Такой холодный ветер. Там вроде ничего. Ветер очень холодный. Но здесь просто потрясающе красивая природа. Ух ты. Ух ты. Вот. Кот упался и забыл педы. Здесь очень быстрое течение. И достаточно мелко. Купаться, конечно, не очень интересно. Сейчас у нас можно больше самоплавать. Но просто полежать наберёг. Скоро рискаться не так. Это было «пожалуйста». Медренно. Везде святые. Тут ходят люди. Едя по ходу. Какая красота. Вообще я приехала. Чего показать. Какие-то интересные объекты. Которые находятся в лесу. Сейчас мы до него доедем. Показывается. Здесь просто можно находиться. Ну, чего еще было ждать. Вот октября. Пошел снег. Сейчас мы ехали. Просто валил такой снегопад. Прямо настоящий зимний. Ну, сейчас вроде небольшой просвет. Сегодня целый день. То снег, то солнце. Ну, что я хотела показать. Вот. Мы сейчас на пути к Монастырскому озеру. Это местная достопримечательность. И здесь стоит вот такое кафе. Оно заброшенное. И вообще не ожидаешь, конечно, его увидеть. Когда едешь, можно сказать, через лес. Но тем не менее. Когда-то оно работало у него. Я посмотрела. Даже есть страничка в ВКонтакте до сих пор. Там последняя запись, если не ошибаюсь, от 18 года. И там 315 подписчиков. Какие-то хозпостройки. Ну, все целое. Даже окна целые. С 10 до 2 ночи работало. Говорят, здесь неплохо кормили. Но зимой было очень холодно. Поэтому ничего тут не получилось. Вон, с крыши течет. Тает, тает. Вот такое место. Ну, здорово, конечно, что оно сохранилось. Все целое. Кто-то косит траву. Может быть, здесь еще надеются что-нибудь сделать. Вернуть в кафе. Да, все покошено. Ну, что хорошо. Столько раз ездили мимо. Вот я первый раз останавливаюсь. Окно открыто. Тут, наверное, кто-то живет. Потому что вон антенна. Там домик. Шторочки висят. Ну, хорошо. Место, похоже, обитаемое. Место красивое. Вот эта дорога на монастырское озеро. Очень популярное место отдыха. Вот там какая-то беседка. В лесу очень красиво. Осень. Скоро тут все будет завалено снегом. Просто очень-очень много снега. О, там тоже что-то есть. Наверное, здесь жить неплохо. В таком месте. Тихо. Никто не беспокоит. Вон даже телевизор ловит. Правда, здесь интернета нет. Ну, по крайней мере, у меня интернет не ловит. Беседка уже вся поросла мхом. Немного видов осеннего леса. Здесь много разных населенных пунктов на разном расстоянии. Вот Усть-Кем, Погодаева. Есть вообще очень-очень далеко разные деревни. Ну, регулярно ходит автобус. Автобусы. В общем, проблем с транспортом нет. Развинка. В той стороне тоже что-то есть. Там какие-то антенны. Вот там я никогда не была. Не знаю, что там находится. Ну, в общем, вот. Такой у нас есть интересный объект. Достопримечательность, можно сказать. Вот такое заброшенное лесное кафе. Ну, может, когда-нибудь его снова откроют. Наверное, это интересно. Приезжать в такое место. Отдыхать. Ну, вот. А на сегодня всё. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok